Екатеринбургские школьники спасают пятилетнюю девочку от тяжелой болезни. Ребята устроили благотворительную ярмарку и собирают деньги на лечение. С подробностями Кирилл Челиков. Уроки давно закончились, но дети домой не торопятся. В 86-й школе проходит благотворительная ярмарка. Ребят собирают деньги для пятилетнего Селиса Иванча, у которой серьезные проблемы с поджелудочной железой. Школьники продают выпечку, игрушки и сувениры, сделанные своими руками. А вот Марат Аипов играет на саксофоне. Говорит, всего за час удалось получить больше тысячи рублей. Мне нравится играть на саксофоне, так что я сыграю на саксофоне и соберу денег. Родители не остаются в стороне. Взрослые вместе с детьми участвуют в ярмарке и собирают деньги на лечение маленькой Василисы. Мы продаем игрушки, свежая выпечка, диски у нас есть. А откуда игрушки взяли? Наши. Наши дома какие-то есть новые с этикетками. Не пригодились парни, не играют в кукол. Благотворительную акцию посетил и бывший ученик этой школы, а сейчас чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков. Спортсмен вспоминает, как несколько лет назад он и сам продавал орешки на ярмарке, чтобы собрать деньги для детей, которые нуждались в помощи. Такие ярмарки в этой школе проводятся еще с тех времен, когда я здесь учился. Я закончил в 2001 году школу. Благотворительная традиция, они же ценны. Цены не только деньгами, но и участием. Устраивать ярмарку учениками-педагогам помогает Русфонд. Волонтеры уже сотрудничали с 86-й школой, благодаря чему помогли выздороветь как минимум одному ребенку. В прошлом году мы собрали почти всю сумму. То есть ребенку требовалось чуть больше 100 тысяч. Мы собрали где-то примерно 90. То есть почти вся сумма была собрана. За одну ярмарку собрали такую сумму. Чтобы помочь Василисе Иванча, школьникам необходимо собрать 150 тысяч рублей. Деньги потратят на лекарства и лечебное питание. Ученики, которые выручат больше всего средств, в качестве награды отправятся на экскурсию на ОТВ. Кирилл Челиков, Владислав Колупаев. События ОТВ.